Работа администрации города в сфере защиты прав потребителя. Уважаемые депутаты, в общем-то наш отчет за 2013 год мы вам направили и работа в сфере защиты прав потребителей, я бы сказала, складывается у нас из двух направлений. Первое, это, конечно, прежде всего, это работа с потребителями по тем жалобам, которые поступают в адрес нашей защиты прав потребителей. Это и в консультации, это подготовка при необходимости каких-то претензий, подготовка исков, разрешение конфликтных ситуаций в досудебном порядке, то есть собираем комиссии. К сожалению, меньше жалоб не становится, ну, в общем-то, если есть такой небольшой процент, 0,3%, их даже больше, чем, допустим, в 2012 году было, по-прежнему остается наиболее, больше жалоба на сложные технические товары, на мебель, обувь, если говорить о работах, это строительные работы, изготовление мебели, банковские услуги, туристические. Но я сегодня хочу, в общем-то, остановиться особо на той работе, которую мы проводим в плане развития потребительского образования среди населения. Это происходит в рамках вручения президента Российской Федерации. Вот здесь вот ведется большая системная, систематическая работа. Силами специалистов, прежде всего силами специалистов вместе с Роспотребнадзором мы организуем обучение предпринимать их коллективов непосредственно на местах. Так, в 2013 году было обучено 214 человек на предприятиях, таких как торговый дом «Лидия», «Динаида и Ка», магазин «Центральный созвездие», «Жемчужина полоса». То есть наши специалисты выезжают непосредственно на места и проводят там обучение в сфере защиты прав потребителей. И после этого, естественно, мы ждем того, что, по крайней мере, эти работники предпринимательской сферы, они уже более грамотно работают с потребителями. Также очень большой блок работы – это ежегодные городские конкурсы по основам потребительских знаний среди школьников и студентов. Это тоже работа, она системная, она ведется на протяжении всего года, начиная с сентября и, как правило, заканчивается уже где-то к концу учебного следующего года. В 2013 году этот конкурс проходит следующим образом. То есть на начальном этапе порядка 500 человек в общей сложности у нас, как правило, участвуют. То есть конкурсная программа проводится сначала в школах, в студенческих вузах, в студенческой среде, и потом уже они выходят на городской уровень. На базе 36-й школы у нас созданы пилотные школы, где, в общем-то, именно проводятся эти конкурсы. Кроме того, в канун Всемирного дня защиты прав потребителей ежегодно для учащихся, для студентов силами нашего управления при помощи Роспотребнадзора готовится информационный материал, так сказать, урок по заданной теме Всемирной организации Союза потребителей. Также большое направление – это проведение горячих линий. В 2013 году было проведено две горячие линии по вопросу качества товаров и услуг, соблюдения законодательства о защите прав потребителей. Мы проводим выездные консультации в населенные пункты, ну, в поселке нашего городского округа. В прошлом году было четыре выездных консультации по защите прав потребителей, совместно тоже с Роспотребнадзором. Выезжали в поселок Бабушкин, поселок Горбатовка, ну, также вот проводились такие консультации в торговом центре Держиниц. Существует такая работа, как анкетирование потребителей. Ну, вот, было у нас опрос на 150 человек по вопросу качества товаров и оказания услуг. Ну, далее делается обработка и какие-то мы делаем определенные выводы. Очень такая большая работа, это тоже, которую мы проводим, это ежегодный городской конкурс «Лучший продавец года». Вот «Лучший продавец года» в 2013 году проводился в среде торговых центров. Ему участвуют ЦУМ, Детский мир, Верес, Юпитер. В общем-то, этот конкурс вызывает большой интерес. В процессе его подготовки специалистами нашим проводится, в общем-то, и обучение по основам защиты прав потребителей, какие-то проводятся тестирования, разрешение конфликтной ситуации. В общем-то, это просто красивое зрелище. На самом конкурсе, как правило, присутствуют ребят-студенты, которые учатся на продавцов. Ну, в общем-то, самих продавцов повышает уровень их работы. Это, в общем-то, после этого конкурса те, кто у него участвует, однозначно очень хорошие специалисты. Ну, и, в общем-то, повышается, скажем так, престиж данной профессии. Ну, и, в общем-то, у нас, естественно, взаимодействуем со СМИ, ежеквартально в СМИ публикуется информация по защите прав потребителей. Ну, и могу сказать еще, что у нас с целью обеспечения эффективности защиты прав потребителей между администрацией города и управлением Роспотребнадзорь по Незагородской области заключено соглашение о сотрудничестве, ну, в соответствии с которым проводится большая системная работа, о которой я сейчас рассказала. Пожалуйста. Да? У вас нет списка недообразовательных снимателей, которые вот по работе через прав потребителей, например, за год подвели итоги, и где-то, значит, там не раз, два, три уже... Нет, у нас оказывали. Мы подвели. И вы его не это публикуете, не для общего обозрения, чтобы население знало, с кем можно иметь дело, хотя бы связываться с кем, не рекомендуется. Вот, в принципе, вот это, наверное, главная работа. Вообще у нас, конечно, такой список ведется, и он есть, да, и у нас на слуху все, кто... Ну, а мы не публикуем его. Я тут не знаю... Вообще, имеем ли мы право это делать? Имеем ли право. Ну, почему? Было столько нарушений, это было приводить. Ну, это же чисто статистически мы же говорим, и у него товар не покупать, он не добросовестный. Просто в такой-то год, в такие-то истории, чтобы он жрек такого-то, такого-то, такого-то. Это юрист нас спрашивает, да. Это чисто информационное такое обмечение. Может, что-то потом подадут на нас сухой? Нет, нет, хотя вы подсоркируйтесь. Да, а имидж уже портится. Имидж, этот, за год мы дадим статистику, что было в этом году. Контрольная закупка передачи. Ну, а вообще, у нас это не идет по нарушениям? Нет, у нас не идет, оно где-то на одном уровне держится. Из года в год держится на одном и том же уровне. Кто нарушал, кто-то нарушает. Причем, понимаете, одно уходит, другое добавляется. Например, раньше не было финансовых услуг, да, сейчас пошли жалобы на банки. Раньше не было столько туристов с туристическим бизнесом, сейчас пошли жалобы по туристическому бизнесу. То есть они просто как-то меняются немножко. Одно уходит, другое приходит. Защита прав потребителей по качеству продукции, вот, работаем как-то. Меня вот интересует один момент. Вот, почему мы никогда совершенно не контролируем сетевиков? А как мы их можем контролировать? В рамках каких полномочий? В рамках качества продукции. В рамках качества продукции это вообще Роспотребнадзор. То есть у нас таких полномочий нет. И опять мы с вами сталкиваемся. То есть возникают они работают только по жалобам. Опять потому же законы, которые мы все время с вами... Нет, по частным предпринимателям они без жалоб летят и все, ну, ура. Не летят. А в сети не могут войти. А у них рыбные продукции тухлые, я прямо скажу. Михаил Михайлович, они по части предпринимают, они работают только по жалобам. Второй свежести, да, второй свежести. И овощная тоже, кстати. Там вообще... И молотили. Нет, да. Ах, тем более, все, решили. Нет, а овощная там другое. А рыбные продукции отравиться можно капитально. Это вообще страшная штука. А у них рыбы свежие не бывает. Не бывает нормальной рыбы. И никто за этим... Вот уже сколько я и на доме озвучил. И вот сколько говорю, ну... Вот... Если действовать, то можно, как вы по телевизору показываете, что общественный контроль. Там ходят пять бабушек. Ну, они опять походили, посмотрели, и на это все закончили. Нет, общественные не надо. Общественные мы уже... У нас больше нет права. Общественников вымогать. А неправы нет. Нет, правы есть. Просто надо посмотреть на это. Нет, там все в рамках сообщества закона. Они все кругом только пожар. А, пожалуй, мы все отрабатываем, да, если они возникают. А вот так, что пришло, посмар, с сожалению, нет. Знать работу отдела удовлетворительным и прийти к следующему вопросу. Да. Вопросов больше нет? Можно я прямо два слова скажу? Два. Уважаемые предприниматели. Все, два было. Я вам напоминаю, что у нас сегодня большое мероприятие. Пожалуйста, приходите, мы вас ждем, все приглашены. Планируем на час три часа ровно. Кстати, в рамках этого, какой сейчас процент городского бюджета дает мелкий, ну, предприниматель? Мелкий бизнес. Мелкая розница вы имеете в виду? Мелкий средний бизнес. Нет, но у нас к итогам прошлого года 43% это бюджетное поступление. Это чисто малый, средний бизнес. Налоговое поступление. Малый, средний? Да. 43? 43%. Мало. Влечить надо будет. Спасибо. Спасибо.